Дорогие друзья, я рад приветствовать вас сегодня в этот вечер. У нас он теплый, где-то, наверное, он снежный, где-то холодный. Но, думаю, никакая погода не помешает нам сегодня провести нашу встречу и поговорить о проблемах неотложной наркологии. Я знаю, что очень много слушателей сегодня на вебинаре, и думаю, что среди вас есть врачи совершенно различных направлений, и это хорошо, потому что вебинар наш сегодня предназначен не только и не столько для наркологов, для которых вещи, о которых мы будем сегодня обсуждать, являются, в общем-то, обыденными, сколько для врачей других специальностей, которые сталкиваются с наркологическими пациентами в силу своей основной работы. Я сегодня постараюсь вам представить расширенный взгляд на проблему. С одной стороны, я буду говорить с вами как врач-анестезиолог, который имеет определенный опыт работы с этими пациентами, а с другой, как администратор Центра наркологии Крымского со освещением нормативно-правовой базы. Надеюсь, что будет интересно и полезно. Заранее приношу извинения, если будут какие-то технические накладки. Давайте начинать. Итак, наркологический пациент – это всегда пациент проблемный. Наркологические заболевания, действительно, очень часто такая морбидная патология. Для многопрофильных стационаров точных данных, конечно же, у меня нет. Но с учетом того, что в наркологии мы работаем только с верхушкой айсберга, и в поле нашего зрения попадают только пациенты, стоящие на диспансерном наблюдении, и некоторая другая часть, а истинная распространенность этой проблемы намного выше, то думаю, что и в стационарах ситуация обстоит таким же образом. Хочу подчеркнуть, что специальность называется психиатрия-наркология, и эти пациенты, которые страдают заболеванием, они пациенты все-таки психиатрические первично. То есть у них есть серьезные психические заболевания, которые заставляют их иногда совершать довольно странные, опасные действия, и такие пациенты очень хорошо запоминаются своим лечащим врачам. Помимо этого, они имеют массу соматических проблем, потому что любое злоупотребление психоактивным веществом – это всегда полиорганная патология. У них очень много родственников созависимых, которые создают конфликтные ситуации очень часто, и это тоже довольно большая проблема. Ну и у этой группы пациентов, для этой группы пациентов создана отдельная нормативная база, которую врачи, не имеющие отношения к психиатрии или к наркологии, в силу того, что они часто с ней сталкиваются, они ее не очень хорошо знают. Вот как раз мы сейчас с этого и начнем. И для начала я хотел бы вам рассказать о действующей классификации наркологических заболеваний. Вы все знаете, что мы пользуемся МКБ-10 во всех областях медицины. В России МКБ-10 введено более 20 лет назад. И такой некий парадокс ситуации заключается в том, что несмотря на то, что введенная терминология широко используется и является более профессиональной, мы очень часто в нашей практике используем старую терминологию, которая сохранилась у нас из МКБ-9. То есть такие термины, как алкоголизм, наркомания, если вы сейчас обратите внимание на эту таблицу, они не встречаются в новой классификации. А вся наркология, которая в эти 10 строчек вмещена, она довольно компактна, она начинается, диагноз наркологический начинается со слов «психические и поведенческие расстройства вследствие употребления», и дальше идет какой-то из веществ, которые употребляет данный пациент. Ну, как вы видите, в этой классификации порядок нахождения в списке, он определяется, скорее всего, клинической значимостью этих веществ на момент создания классификации. Напоминаю, что это было больше 20 лет назад. Сейчас некоторым образом значимость и частота встречаемости отдельных веществ изменилась, но тем не менее вот такая у нас есть классификация. Наиболее часто, по нашим данным, конечно же, встречается первая строчка в этой таблице, F10, вот это, конечно же, психические и поведенческие расстройства вследствие употребления алкоголя. И последнее, я ее не зря выделил красным цветом, это сочетание различных веществ. Это сейчас очень серьезная проблема. Все эти заболевания, все эти нозологические единицы, они имеют общую структуру и общие стадии протекания. Вот в этой таблице вы тоже можете видеть некоторую часть из этих стадий. Первые пять строчек, которые мы сегодня с вами будем обсуждать, они имеют отношение к неотложной наркологии. Вообще стадии заболевания несколько больше, чем здесь представлено, но я не стал делать для вас всю таблицу, всю классификацию, потому что это нам на сегодняшний момент не нужно. И вот хотел бы некоторые пояснения внести в связи с этой классификацией. Как вы видите, первой стадией психических поведенческих расстройств является острая интоксикация. Если спросить любого врача, или же даже человека, не имеющего отношения к медицине, какие ассоциации у него возникают при слове интоксикация, я думаю, что большинство из вас вспомнят слово температура, лейкоцитоз, лихорадка, боли, плохое самочувствие и так далее. Так вот в наркологии острая интоксикация – это несколько иное состояние. То есть под этим термином понимается немного другое. Это, собственно, состояние, которое вызывается при приеме психоактивного вещества, любого, будь то алкоголь, наркотический или психотропный препарат. И, собственно, наиболее близким синонимом слова интоксикация является опьянение. То есть этот аспект тоже нужно понимать. Когда мы говорим об острой интоксикации, мы не всегда имеем в виду только какое-то тяжёлое проявление от употребления алкоголя или наркотического препарата, а именно опьянение. То есть состояние, вызываемое, например, бокалом шампанского – это тоже алкогольная интоксикация лёгкой степени, острая интоксикация лёгкой степени. Вот это я хотел бы обратить на ваше внимание. Что касается других, да, но тем не менее хотелось ещё вот о чём сказать, что острая интоксикация – понятие довольно ёмкое, и она включает в себя интоксикацию как лёгкой, средней, тяжёлой и очень тяжёлой степени. Это всё упомянуто в пояснениях к наркологической классификации, в определении это обозначено, и тяжёлая алкогольная кома, и лёгкое опьянение – это всё равно острая интоксикация. Следующий пункт – это пагубное употребление. Это когда интоксикация сопровождается какими-то следовыми явлениями в организме, которые мы можем выявить. Например, это кратковременная потеря памяти на события во время употребления алкоголя или наркотиков, это гипертонический криз, это печёночные какие-то повреждения, которые мы обнаруживаем при лабораторных исследованиях и так далее. То есть есть какой-то след, который оставляет препарат или вещество. Эти два первых пункта зачастую служат предметом оказания помощи не только врачей, психиатров, наркологов, но и врачей других специальностей, которые работают в сфере неотложной медицины. Мы сегодня поговорим о том, какие особенности оказания помощи там существуют. Красным цветом выделен синдром зависимости. Синдром зависимости – это центровая проблема психиатрии и наркологии. Это то, чем занимаются, на что тратят основные силы на лечение алкоголя, тратят основные силы психиатры и наркологи. То есть это довольно сложное, тяжёлое заболевание, которое требует очень интенсивной, длительной терапии с применением как медикаментозных, так и немедикаментозных методов лечения. Но это лечение плановое. Дальше, если мы рассмотрим прогрессирование заболевания, следующей стадией любой зависимости является формирование абстинентного синдрома. Абстинентного синдрома и его осложнённых форм, в частности, абстинентного синдрома с делирием и судорожным синдромом, который здесь не обозначен в данной таблице. Вот эти состояния, они также могут встречаться и попадать в поле зрения врачей многопрофильных стационаров, не связанных с наркологией, и тоже зачастую служат причиной необходимости оказания экстренной или неотложной помощи. Мы тоже про них поговорим. Обратите, пожалуйста, внимание, что вне зависимости от того, какое вещество употребляется, ещё раз подчёркиваю, будь то алкоголь, наркотик или какое-то другое психотропное вещество, вот этот порядок, эти стадии заболевания, они все имеют вот такое последовательное развитие, они во всех стадиях присутствуют. Выраженность в разной степени, она может быть, но последовательность именно такая. И что бы я ещё хотел сказать? Несмотря на то, что более 20 лет мы используем МКБ-10, тем не менее в отдельных руководствах, ну и в общем-то, как вы поняли, и в бытовой сфере, и в профессиональной деятельности, мы всё равно используем термины из МКБ-9. И некоторые из них даже в нашей стране рекомендованы. В частности, есть такая замечательная методичка, я вам, кстати, очень советую её прочитать, она в свободном доступе есть на сайте Российского общества патологоанатома, формулировка анатомического диагноза при алкогольной болезни. И вот здесь совершенно официально у нас речь идёт о том, что патологоанатомы они по-прежнему используют при кодировке диагноза, в том числе и термины из МКБ-9. Но в принципе, если вы посмотрите на сравнительную характеристику тех старых и новых терминов, то вы можете обратить внимание, что первые две строчки практически не отличаются. И там, и там практически они называются, имеется в виду одно и то же. И вот эти, кстати, два диагноза, острая алкогольная интоксикация и хроническая алкогольная интоксикация, патологоанатомы могут выставлять самостоятельно, даже при отсутствии данных в истории болезни за наличие каких-либо наркологических заболеваний. Естественно, он оценивает только морфологические признаки и берёт результаты химико-токсикологических исследований и на основании этого может выставить эти диагнозы. А вот хронический алкоголизм по старой классификации и то, что мы сегодня с вами говорили, это синдром зависимости и всё, что ниже идёт, с абстинентным синдромом и так далее, этот диагноз может быть выставлен только на основании консультации или осмотра врачом-наркологом, потому что этот диагноз прижизненный, естественно, и он требует психиатрического специализированного осмотра, психиатрического и наркологического. Если раньше, кстати, вы видите, что хронический алкоголизм рассматривался как отдельная такая стадия алкогольной болезни, а всё остальное, делирии, судороги, психозы, деменции, это были осложнения хронического алкоголизма, то сейчас каждому из этих пунктов, делирием, психозом, деменцией, выделены отдельные нозологические позиции в МКБ-10. Вот в этом отличие. Что использовать в своей практике? Ну, естественно, я вам рекомендую всё-таки использовать МКБ-10 как более профессиональную, более современную классификацию, но, скажем, грубой ошибкой кодировки диагнозов с использованием старой терминологии не является. Ну, тем не менее, решать вам, знайте, что и та, и та классификация в настоящее время всё-таки существует, хотя в профессиональных сообществах, естественно, используется МКБ-10. Давайте подробнее поговорим сейчас с вами про острую алкогольную интоксикацию. Интерес к данной проблеме довольно большой. Вот, посмотрите, я привёл вам скрин сайта PubMed, центральной базы поисковой медицинской информации на предмет запроса по лечению остро-алкогольной интоксикации. Работ очень много, более, ну, почти 5 тысяч, да? Но очень интересно то, что подавляющая часть работ, она носит социальный характер, направленный социально, они изучают употребление алкогольное, его последствия, а вот клинических работ, к сожалению, мало, и их давность не очень большая. И прежде чем мы, кстати, перейдём к лечению алкогольной интоксикации, я хотел бы вам ещё напомнить вот что. Помимо наркологической классификации, есть ещё классификация токсикологической, точнее раздел токсикологический в МКБ-10. И есть такой пункт, который называется Т510, я думаю, он клиницистам хорошо знаком, это токсическое действие этанола. Какая разница между этими двумя диагнозами, и есть ли она? В принципе, во многом эти диагнозы, как вы видите, перекрещиваются. Острая алкогольная интоксикация, как я вам сказал, это любое состояние, от лёгкого до крайне тяжёлого, которое связано с употреблением, ну, в частности, этанола. И этот диагноз вы правомерно выставите в любой ситуации. Токсическое действие этанола, это диагноз, соответственно, токсикологический. И он предполагает наличие регистрируемых, выраженных нарушений жизненно важных функций. То есть имеется в виду, что это тяжёлые отравления. Есть ещё некоторые особенности по использованию этих диагнозов в свете работы с медицинскими страховыми компаниями, но мы немножко позже тогда к этому вернёмся, когда разберём порядки и стандартные. Коротко напомню вам ключевые позиции по метаболизму этанола. Этиловый спирт в организме превращается в ацетальдегид и делает это фермент, который называется алкоголь-дегидрогеназа. Алкоголь-дегидрогеназа, как вы можете видеть из данной схемы, она находится в цитоплазме, поэтому этанол начинает разрушаться довольно быстро. И если опьянение, степень невыраженности опьянения связана именно с этанолом, то с ацетальдегидом связан интоксикационный синдром, то есть повреждающее действие этанола на организм, оно опосредовано через продукты его метаболизма. Ацетальдегид превращается в уксусную кислоту, но это происходит в митохондриях, и поэтому этот процесс длительнее, больше длится, потому что, чтобы попасть в митохондрии, альдегиду нужно какое-то время. Именно поэтому похмелье, оно намного длительнее, чем само опьянение. И что еще важно из этого слайда? Обратите внимание, что основная масса этанола, она метаболизируется в печени, 90-95%, и только незначительная часть, от 5 до 10%, этот процент удаляется почками, с воздухом и так далее. Этот момент нам будет важен при оценке эффективности инфузионной терапии для лечения острой интоксикации. Что еще важно знать? Каким образом этанол влияет на метаболизм, и что может быть из этого важно для оказания неотложной помощи? Первое, я уже об этом говорил, это образование токсического вещества, ацетальдегида. Именно с ацетальдегидом связаны такие тяжелые нарушения гемодинамики, которые наблюдаются при алкогольной интоксикации тяжелой или крайне тяжелой степени. Кардиодепрессия, влияние на формирование аритмии и так далее, и тому подобное. Дальше, алкоголь, он является ингибитором антидиуретического гормона, и всегда употребление алкоголя, остро или хроническое, оно вызывает полиурию. Соответственно, патогенетически важным для нас является то, что с полиурией будет выводиться все, что легко может быть выведено с мочой. Это электролиты прежде всего и водорастворимые витамины. Часто при острой алкогольной интоксикации наблюдается гипогликемия. И причина этому это стимуляция секреции инсулина. Вообще, как вы знаете, алкоголь очень плотно взаимодействует с поджелудочной железой, и помимо гипогликемии очень большой проблемой является развитие панкреатитов у данных пациентов. И для неотложной анестезиологии гиперсекреции желудочного стока и формирование предпосылок к развитию аспирационного синдрома тоже является очень и очень большой проблемой. Ну вот, собственно говоря, последствия, которые я вам перечислил, они суммированы на следующем слайде. Метаболический ацидоз, выраженность которого очень серьезно может влиять на течение заболевания при тяжелых отравлениях, при опьянениях легкой и средней степени, конечно, это минимально. Это гипокалий, гипомагниемия, это выведение или и разрушение водорасторимых витаминов, прежде всего, группы В, С. и это склонность к гипогликемии. Все эти факторы мы будем учитывать при формировании плана лечения пациента и оказания ему неотложной помощи. Я не хотел бы сосредотачиваться на лечении алкогольной интоксикации в классическом таком вот понимании, а я решил в данной лекции осветить один очень, на мой взгляд, важный вопрос, который все время как бы эмусируется и эффективность которого вроде бы как не подвергается сомнению, но тем не менее вы сейчас увидите, что это не так. Это эффективность инфузионной терапии при алкогольной интоксикации, именно при острой алкогольной интоксикации, то есть, когда наша цель привести больного в вменяемое состояние, то есть, в состояние бодрское. Я думаю, что вы со мной согласитесь, что инфузионная терапия рассматривается как неотъемливый компонент любой терапии алкогольной интоксикации. К этому действительно есть ряд предпосылов. Во-первых, то, о чем мы уже сказали, алкоголь за счет выработки блокады, точнее, антидиуретического гормона, он вызывает дегидратацию, и больному соответственно инфузия базовая показана. Дальше этанол это идеальный так скажем объект для форсированного диуреза. Я вам напомню, что для форсированного диуреза вещество должно быть небольшого размера, чтобы проходить через почечный барьер, оно должно быть неполярным, чтобы не задерживаться там же на почечном барьере, оно должно быть водорастворимым и этим всем требованием как раз этанол отвечает. То есть по идее он действительно очень хорошо должен выводиться с мочой, так оно собственно и есть. Ну и высокое доверие пациентов к инфузионной терапии тоже мы не можем исключать, потому что это уже до смешного иногда доходит, что если врач не назначил больного капельницу, то это очень плохой врач, и это очень распространенное действительно явление. Так ли это или нет? То есть насколько оправдано использование инфузионной терапии для вытрезвления больного, то есть для приведения его из состояния алкогольной интоксикации в нормальное состояние. Есть несколько работ, рандомизированных исследований, которые проведены, и вот я хотел бы сейчас с вами обсудить результаты этих работ. Одной из этих работ, она вот с 17-го года, здесь исследовались пациенты, которые доставлялись в отделение экстренной помощи в Японии, и сравнивалась длительность нахождения, самый простой параметр, длительность нахождения в отделении до выписки при проведении инфузии физраструктуром и без инфузии. К сожалению, я не помню, какой объем физраструктуры использовал, использовали исследователи, но очень интересный факт выяснили, что инфузионная терапия не просто не улучшает состояние пациента, она наоборот продлевает нахождение пациента в неотложенном отделении. Вот, посмотрите, обратите внимание на этот график, пунктирная черта это пациенты, получавшие инфузионную терапию, сплошная это пациенты без инфузионной терапии. Внизу по оси, по горизонтали по оси у нас время нахождения в отделении, а по вертикали это накопительная выписка пациентов от 0 до 100%. И вы видите, что пациенты, которые получали инфузионную терапию, они лежали в отделениях, находились в отделениях несколько дольше, чем пациенты, которым инфузионная терапия не проводилась. Очень похожее исследование было проведено в Австралии, австралийский журнал, это работа 2013 года, сравнивались здесь уже не только параметры клинические, но еще и лабораторные, то есть пациентам проводилась инфузия из раствора в объеме 20 мл на килограмм. Это довольно много, это полтора литра приблизительно на средний вес, я думаю, согласитесь, что это немало для амбулаторного оказания помощи. Оказалось, что нет никаких различий в клинических показателях, во времени госпитализации, но здесь они не обнаружили разницу, и концентрация алкоголя в крови также под влиянием инфузионной терапии не изменялась. Вот предприимчивые австралийцы выяснили только, что терапия дороже на целых 30 долларов. Соответственно, вывод делается о том, что инфузионная терапия при оказании помощи пациентам с целью вытрезвления совершенно неэффективна. Почему же такое может быть? Ну, я вот вам предлагаю немножечко посчитать, обратиться к математике королеве наук, и на данном слайде вы видите такие нехитрые расчеты. Давайте мы предположим некое идеальное состояние, оно в реальности скорее всего нам не встретится, я скажу почему, но тем не менее. Предположим, нам необходимо провести форсированный диурез и тем самым ускорить выведение этим методом алкоголя пациенту, у которого концентрация алкоголя в крови составляет 5 промилле. 5 промилле это очень большая концентрация, это алкогольная кома, и иногда даже настолько серьезная, что гемодинамика не позволяет провести форсированный диурез в этой категории больных, но все-таки давайте представим, что вот есть у нас такой пациент, у которого сохранены возможности для проведения диуреза, и мы ему проводим. Мы вводим соответственно растворы и в дальнейшем вводим мочегонные средства, которые, как вы знаете, блокируют реабсорбцию ультрафильтрата в почках. Соответственно в выделяемой моче у нас концентрация алкоголя тоже будет 5 промилле, то есть она такая же, как плазма. Ну даже может быть несколько концентрирования, потому что с учетом того, что белки плазмы у нас остались за пределами почечного фильтра. И предположим, что мы получили у такого пациента 10 литров мочи, это очень большая цифра, очень хорошая, и вот давайте теперь мы посчитаем просто сколько алкоголя мы могли выделить таким образом. Ну вот вы видите, что мы перемножаем 10 литров на 5 грамм в литре и получается, что таким образом мы можем выделить 50 грамм этанола. В перерасчетах на миллилитры это 60 миллилитров 96% спирта, ну или в более привычных единицах измерения алкогольных напитков это 150 миллилитров 40% раствора этанола, любого крепкого напитка. Много это или мало? Ну в общем-то это много, то есть если считать, что токсическое действие алкогольного кома наступает при употреблении порядка 500-700 миллилитров крепких алкогольных напитков, то мы довольно много вывели таким образом. Но теперь представьте, сколько сил, сколько ресурсов и сколько времени мы на это потратили. Конечно же это можно сделать только в условиях специализированного отделения. А теперь немножко давайте отыграем назад. Предположим, что к нам поступил пациент с опьянением средней степени тяжести. То есть у него концентрация алкоголя в крови не 5 промилле, а давайте допустим скажем, что 2 промилле, то есть в 2,5 раза ниже. и в условиях приемного покоя или отделения какого-либо или специальной палаты нам удалось получить диурез, ну давайте возьмем в объеме ну например 3 литров, то есть в 3 раза меньше. То есть мы конечную нашу цифру 150 мы сначала делим на 2,5 а потом еще на 3. и это у нас получается приблизительно порядка 25-30 миллилитров 40% раствора талона. То есть можем ли мы форсированным диурезом вывести большое количество алкоголя из организма? Ну я думаю ответ очевиден, что совершенно методика неэффективна. И это мы говорим о форсированном диурезе, о скажем так целенаправленном выведении алкоголя. А если мы просто инфузионную терапию используем, то там результаты соответственно будут еще ниже. Поэтому коллеги, важность инфузионной терапии в лечении наркологических заболеваний алкогольных она не оспаривается совершенно. Но если цель вашей терапии это вытрезвление пациента, то инфузионная терапия в принципе неэффективна. и вы это должны запомнить. То есть для введения каких-то других микроэлементов, витаминов, еще что-то. Да, конечно же этот метод может быть использован, но не для ускорения выведения человека из состояния алкогольного опьяния. Давайте теперь посмотрим, что нам рекомендует наша нормативная база. Напомню вам, что по 383-му федеральному закону медицинская помощь в Российской Федерации оказывается в соответствии с порядками и стандартами с учетом клинических рекомендаций. То есть все три вида документов, которые у нас имеют место при описании показания какой-либо помощи, они задействованы должны быть и все должны учитываться. Наркология, как вы видели из таблицы, она наука маленькая и в принципе нормативная база для нее достаточно хорошо разработана. Начну я с наиболее прогрессивного документа, на мой взгляд, это имеющиеся размещенные на сайте Минздрава официальном клинические рекомендации. Вот они здесь приведены, это скрин остро-интоксикация психоактивными веществами. Обратите кстати внимание, что эта рекомендация не привязана к какому-либо конкретному веществу, а затрагивает все 10 позиций. Здесь описаны самые общие принципы. Аналогично есть стандарты оказания медицинской помощи для амбулаторного этапа, для первичной медико-санитарной помощи и для специализированной помощи. Опять-таки не конкретизированные под какое-то вещество, а вообще на психоактивные вещества направленные. И еще один важный документ, я думаю, что вы с ним довольно часто дело имеете, это приказ 203Н об утверждении критериев оценки качества медицинской помощи. Он обновляется, и там собирается информация по очень большому кругу заболеваний. Там как раз упоминается вот этот токсикологический код и токсическое действие алкоголя. И мы сейчас с вами сравним, что нам рекомендует каждый из них. Давайте я вам расскажу про выжимку из всех этих документов. Если речь идет об оказании медицинской помощи пациентов с опьянением, то есть с алкогольной интоксикацией легкой, средней степени, может быть тяжелой, то объем обследования довольно стандартный, и он может быть проведен в любом неспециализированном наркологическом, а в любом многопрофильном стационаре. Это общий анализ крови, мочи, биохимические анализы, ЭКГ, рекомендованное использование рентгена органов грудной клетки или флюорографии, и, конечно же, очень желательно использование алкометрии, то есть определение концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе, и ХТИ. ХТИ – это химико-токсикологическое исследование, анализ мочи на наркотики, скажем так. Первый этап может быть проведен в любом лечебном учреждении. Ну и иные исследования рекомендованы в зависимости от тяжести. Там уже расширяется спектр. То есть, в принципе, чтобы правильно оказать пациенту помощь с алкогольной интоксикацией, много какого-то большого разнообразия оснащения в больнице не нужно. То же самое можно сказать про лечение таких пациентов. Обязательными компонентами, которые упоминаются и в стандартах, и в клинических рекомендациях, являются вот следующие моменты. Это обязательно введение того, что теряется. Это витамины группы В и С, причем в довольно больших дозах. Витамин В1 и В6 прежде всего, они выводятся быстрее всего. Это введение электролитов. Для этого вы можете использовать как какие-то официальные растворы, так и экстемпоры, приготовленные растворы с использованием хлористого калия, сульфатомагния и какого-то носителя. Зависит от вашего ЛПУ. Ну и, конечно же, необходим венозный доступ и, как мы с вами говорили, минимальная инфузия. Объем инфузии не определен ни в одном из... конкретный объем, который должен быть использован, он не определен ни в одном из нормативных документов. Но, как мы с вами поняли, для вытрезвления нам не нужно большого объема. Мы можем использовать какую-то среду в качестве носителя для вводимых медикаментов и этого будет вполне достаточно. Я почему-то подробно останавливаюсь, но дело в том, что греха таить, большая часть пациентов, которые попадают в поле нашего зрения в состоянии алкогольной интоксикации, это пациенты, которые асоциальные, которые известные, которые длительно употребляют алкоголь. И речь о каком-то серьезном лечении в стационаре как правило не идет, потому что эти пациенты попадают в стационар по мере вытрезвления, они тут же стараются этот стационар покинуть. И очень небольшой процент остается там в силу каких-то других причин. Это если речь идет о первичной госпитализации с алкогольной интоксикацией. Поэтому наша задача рационально тратить свои силы, средства на таких пациентов. То есть на самом деле военного ничего нету, минимальные объемы вполне соответствуют стандартам и клиническим рекомендациям. Несколько другая по-другому обстоит дело с токсическим действием этанола. Это жизнеугрожающее по умолчанию состояние. И здесь кстати основная проблема на мой взгляд даже не столько с лечением сколько с обследованием пациента. Я думаю что вы с этим знакомы потому что ну опять-таки традиционно если от человека пахнет алкоголем то его как правило стараются сразу привести на консультацию либо как у нас в регионе нарколог в лучшем случае если есть следы повреждения везутся к консультации к нейрохирургу но мы довольно конечно же они должны быть все обследования в первую очередь для исключения острой какой-то очаговой патологии соматической неврологической и так далее то есть прежде чем выставлять диагноз токсическое действие алкоголя нужно исключить органическую патологию и вот это конечно очень большая проблема потому что очень много чего получается нужно исключать вот основные причины вы видите смерти пациентов при токсическом действии токсическом оттенок и оттенок все равно периодически что-то мы пропускаем и это к сожалению выплывает когда уже пациент госпитализируется и получает лечение не по основному заболеванию а по лечению алкогольной интоксикации но вы видите что тут очень много чего есть это прежде всего я бы конечно на первом месте поставил травматизм и черепно-мозговые травмы и острые нарушения мозгового кровообращения их количество достаточно велико и я буду специально похожий клинический случай дальше приводить вы увидите вот и вот в этом состоит основная задача то есть здесь пациенту этот диагноз может быть выставлен только после того как его прокрутили другие специалисты и вот как раз объем обследования минимальный данного пациента он регламентируется вот этим приказом 203Н с кодом Т51 посмотрите что сюда входит здесь уже гораздо больше у нас пунктов которые необходимо выполнить тут уже осмотр анестезиолога проведение форсированной диурезы обязательно уже углубленное обследование то есть рентгена органов грудной клетки 100% в случае черепа рентгена или еще лучше КТ ну и так далее вы видите что тут масса масса чего присоединяется и даже есть такие пункты которые довольно сложно бывает организовать в данном лечебном учреждении это определение хроматографии крови и мочи на наличии этанола но этот метод в экстренном порядке используется в специализированных токсикологических центрах может лечебное учреждение заключать диагноз с лабораторией с какой-либо и получать анализы позже отсылать биосреды получать анализы позже но это конечно не так эффективно то есть у пациентов с токсическим действием этанола нужно очень серьезную проводить дифференциальную диагностику и соответственно тут вопрос решается о маршрутизации где мы лечим этих пациентов острая алкогольная интоксикация может лечиться в очень большом круге заведений скажем так или специализированных таких таких сейчас поговорим если под острая алкогольная интоксикация понимать все-таки не тяжелые отравления а отравления средней степени например то очень большой шум такой очень большую разгрузку конечно должны составить ветрезвители которые у нас в ближайшее время вы знаете намечены введение в оказание медицинской это получается даже не медицинской помощи в оказании помощи населению конечно что опять-таки греха таить огромный поток пациентов идет в стационары и занимает время время и средства и все что угодно тех которые могли бы быть вытрезлины без оказания какой-то углубленной медицинской помощи в специализированных учреждениях будем надеяться что приказ этот принесет нам медикам только пользу и будет все правильно организовано кроме того эти пациенты могут находиться в палатах интенсивной терапии специализированных наркологических отделений по порядкам оказания медицинской помощи в наркологическом диспансере предусматривается отделение интенсивной терапии в котором оказывается подчеркиваю неотложная помощь она так и называется отделение неотложной наркологической помощи дело в том что по штатному оснащению наркологические стационары они не соответствуют тем требованиям, которые необходимы для полноценного обследования пациента с токсическим, например, действием алкоголя, и поэтому туда направляются пациенты более легкие. Ну или после диагностики в крупных учреждениях они могут быть уже направлены с исключением какой-то органической патологии в состоянии интоксикации в средней степени. Кстати, хотел вам еще такой интересный факт привести, что показания для госпитализации при алкогольном и других видах опьянения они прописаны не в медицинской документации, не в медицинской нормативной базе, а в кодексе об административных правонарушениях. Показания эти исключительно клинические. Это неспособность передвигаться самостоятельно или неспособность ориентироваться в окружающую обстановку. Если полиция находит такого пациента, то она может вполне доставить его в лечебное учреждение. Вот такой интересный факт, что здесь у нас такое взаимодействие получается с другим административным кодексом. В небольших стационарах в идеале выделить определенные койки в ЛПУ, куда будут госпитализироваться эти пациенты. Например, это могут быть койки в приемном покое или в терапевтическом отделении. Это уже зависит от особенностей вашего стационара. Токсическое же действие танол, то есть заведомо тяжелое отравление, они должны находиться исключительно в отделении реанимации интенсивной терапии. Либо это специализированные стационары, либо это в крупных городах, например, в Санкт-Петербурге, в Москве, там реанимационные отделения уже входят в состав наркологических диспансеров. Но и они не госпитализируют пациентов в неотложном состоянии, потому что у них тоже нет диагностических полноценных возможностей. В основном это отделение реанимации интенсивной терапии, многопрофильных больниц или стационаров токсикологических, где под это выделяются отдельные койки. Теперь по поводу диагноза. Какой же все-таки диагноз выставлять такому пациенту? Остроалкогольная интоксикация – это диагноз универсальный. Вы можете выставить его любому пациенту вне зависимости от тяжести. Он еще привлекателен тем, что, как вы поняли, объем помощи, рекомендованный в стандартах и клинических рекомендациях, он намного меньше, чем при токсическом действии этанола. И если к вам придет проверяющий орган в виде ОМС, эксперт ОМС, и будет вас проверять по этому коду, то вероятность того, что он у вас обнаружит недостачу каких-то обследований или лечебных направлений, намного ниже, чем если вы ставите диагноз токсическое действие этанола. С другой стороны, если вы работаете в крупном центре, в крупной больнице, где есть полноценная возможность пациента обследовать, то лучше использовать токсическое действие этанола, потому что больница от этого выгоднее, этот тариф лучше оплачивается, потому что в него входит гораздо больше обследований, соответственно, ОМС даст вашему учреждению больше денег. Ну, то есть, вот тут такая вилка, и выбирайте уже в зависимости от того, где вы работаете, в каком лечебном учреждении. И теперь очень интересный тоже, я думаю, раздел, это острая интоксикация наркотическими и психотропными средствами. Что у нас сегодня творится? Сегодня довольно плачевная ситуация с этим. Во-первых, растет количество этих пациентов в сравнении с прошлыми годами, и это связано, я думаю, вы это знаете, с доступностью наркотиков. Сейчас система распространения наркотических препаратов отличается от того, что было там еще 10 лет назад. То есть, если раньше наркотики распространялись от человека к человеку, то сейчас вот эта система уличных закладок, где не контактирует дилер и потребитель наркотического препарата, она позволяет, конечно, очень широко эти препараты распространять, и круг охватываемых лиц, конечно, намного больше. И очень важно то, что многие современные наркотики, они более доступны, они дешевле. Они не просто как бы доступны в силу вот этой системы закладок, они просто дешевле. И поэтому сейчас наблюдается очень часто, что в стационар госпитализируются пациенты с интоксикацией одновременно несколькими препаратами. Вот на мою память максимум мы находили у пациента 6 различных веществ, включая алкоголь. То есть, там были и стимуляторы, и опиаты, и седативные какие-то препараты, и, естественно, алкоголь. К чему это приводит? Это приводит к взаимному утяжелению, потому что все практически описанные летальные исходы от интоксикации наркотическими и психотропными препаратами в литературе, они, как правило, связаны с сочетанным использованием нескольких веществ. Особенно, кстати, утяжеляет действие препаратов этих алкоголь, потому что по каким-то причинам, видимо, он универсальный проводник, как считает головной мозг, и тяжесть намного усиливается при алкогольном опьянении. Второй момент – это непредсказуемая клиническая картина. Ну, представьте, если раньше в основном встречались лица, употребляющие какое-то одно вещество, если это поступал пациент с опийной наркоманией, и у него была, соответственно, клиника такая же, по нескольким симптомам можно было догадаться и клинический диагноз подставить, то сейчас, когда идёт 5-6 различных веществ, какая клиника будет в конечном итоге, вообще предсказать невозможно. И мы полагаемся, конечно, в основном на химико-токсикологические исследования. Много появляется новых малоизученных психоактивных веществ. ПАФ-аббревиатура – это психоактивные вещества. Есть такое понятие, я думаю, вы его слышали, – дизайнерские наркотики. Дело в том, что для того, чтобы обойти законодательство, многие лаборатории некоторым образом видоизменяют имеющееся вещество, и оно уже не попадает под юридически наказуемое деяние распространения этих веществ. И более того, я могу вам сказать, что этот процесс идёт непрерывно. Мы даже не знаем, насколько в настоящий момент те тесты, которыми мы работаем, они соответствуют реальным наркотикам, которые могут находиться у потребителей. Потому что действительно очень часто от момента попадания вещества на чёрный рынок, на наркотический, до его идентификации, возможности его идентификации с помощью наших средств проходит не несколько месяцев, а несколько лет, пока оно будет исследовано и попадёт в базу и так далее. Очень важно, что ещё. Уличные наркотики, они же все мешаются с какими-то другими психотропными препаратами для усиления эффекта. И интоксикация от таких препаратов, она может быть ещё более непредсказуема, потому что там могут быть и антидепрессанты, и антигистаминные препараты, и фенотиазины, нейролептики, всё что угодно. Поэтому сами понимаете, к чему это приводит. Соответственно, с этим вот у нас возникают некоторые диагностические иногда трудности, хотя базовые группы препаратов мы, собственно, всегда определяем. Несколько слов о современных наркотиках с точки зрения их токсикологии и необходимости оказания экстренной помощи. Я не собираюсь и не буду рассказывать вам механизмы их действия на организм, потому что это хлеб психиатров-наркологов. Они в этом намного лучше меня разбираются. Думаю, они вам расскажут это всё в последующих лекциях. И уже, кстати, рассказывают, очень хорошие семинары по этому поводу были. Но я хотел бы остановиться именно на аспекте неотложной помощи. Значит, синтетические катиноны, относительно новая для... Ну, скажем, она из последних групп, которая появилась на чёрном рынке веществ. Синтетические катиноны, они ингибируют обратный захват моноаминов, таких как серотонин, катехоламины и дофамин и другие. Собственно, это вещества, которые по, скажем, вызываемому эффекту напоминают такие вещества, как первитин, как экстази, клинических совершенно, не по другим моментам. Они вызывают стимулирующий эффект и очень распространены сейчас. И при биридозировке вызывают выраженные психозы, судороги и рапдомиолиз с развитием острой почечной недостаточности. Вот буквально недавно мне пришлось рецензировать одну из таких историй пациента, который умер от передозировки нескольких групп препаратов, и он поступал в стационар с явлениями острого почечного повреждения, заскаливающим креатинином, причём от момента интоксикации до момента поступления в стационар прошло менее суток с явлением энцефалопатии. И в конечном счёте он, несмотря на некоторую положительную динамику, он через несколько дней умер, и на вскрытии у него обнаружился геморрагический инсульт в области мозжечка. То есть эти препараты вызывают ещё ещё серьёзное токсическое повреждение мозга. Вторая группа препаратов, которая сейчас распространена, тоже психостимулятор, это синтетические каннабиноиды. Изначально эти вещества синтезировались как медикаменты для того, чтобы облегчить боль, потому что стало какое-то время назад, известно, что каннабиноиды участвуют в модуляции болевых импульсов. И это одна из самых развитых групп веществ, более 100 различных веществ сейчас известно, и новые синтезируются, постоянно поступают. Эффект у них такой же, как у каннабиноидов синтетических, то есть у каннабли, но он длится намного дольше, и клиника, соответственно, тоже намного выражена. Это так называемые спайсы, я думаю, тоже вы слышали про них. При передозировке очень похожа клиника с предыдущей группой. Это тоже психозы, судороги, инфаркт миокард, рапдомиолиз и летальный, в том числе описанный летальный исход. И еще один препарат, одно конкретное вещество, про которое я хотел бы упомянуть, это метадон. Метадон известен прежде всего еще в Крыму, когда он входил в состав Украины. В Крыму метадоновая программа лечения опийных наркоманов была развита у нас, и заместительная терапия метадоном предлагалась в качестве альтернативы использования внутривенным наркотикам. В принципе, сейчас метадон вышел из медицинского употребления в Крыму. Насколько я знаю, в Украине эти программы до сих пор используются, а в России метадон – это один из самых распространенных опиатов, и его особенность является, наряду с более низкой ценой, чем у предшественникового героина, то, что он очень длительно действует. У него клинический эффект иногда может достигать 24-72 часов, то есть несколько суток. Даже есть такая отдельная форма употребления, когда пациенты его не внутривенно используют, а употребляют перорально, и у них возникает постоянный такой ровный длительный фон эйфории, когда выявить даже по клиническим признакам данную эйфорию практически невозможно. И вот естественно, что при передозировке у него тоже наблюдается типичный для опиатов осложнение, остановка дыхания, фатальной аритмии и так далее. Вот эти три группы веществ сейчас довольно распространены. Кроме того, естественно, периодически попадаются и другие вещества, тоже про них чуть скажу позже. Что нам говорят наши нормативные документы, опять-таки, по лечению острых интоксикаций? Напомню вам, что у нас общий, единый документ, клиническая рекомендация по острой интоксикации психоактивными веществами. Вот все эти нозологии, здесь они подчеркнуты, все группы зависимости. И у нас есть также в 203 приказе критерии качества медицинской помощи разделы, посвященные отравлению. Видите, тут так и звучит, не токсическое действие, а отравление наркотиками. И вот тут есть отравление противосудорожными, седативными, снотворными и так далее. То есть токсикологические стандарты оказания помощи у нас тоже присутствуют. Если вот мы сейчас сосредоточимся на оказании неотложной помощи, то в принципе она довольно тоже алгоритмична и проста. Все будет зависеть от клиники, от ведущего клинического синдрома, с которым вы будете иметь дело. Первым пунктом везде звучит фиксация. Мягкая медицинская фиксация пациента – это лечебное мероприятие. Оно позволяет уменьшить мышечный расход, расход мышечной энергии, сэкономить тем самым кислород для органов мишеней, которые повреждаются при интоксикации, в частности для головного мозга. Но если, естественно, это чистая опиоидная интоксикация и пациент без сознания, фиксация как таковая не нужна. Но чаще сейчас как раз-таки встречаются пациенты с отравлениями, с интоксикациями, которые протекают с явлениями возбуждения. Если мы возьмем клинические рекомендации, то там, безусловно, рекомендовано в такой последовательности использовать препараты. Препарат номер один – это диазепам. При его неэффективности можно использовать дополнительный препарат галоперидол. И при недостаточной эффективности в качестве третьей линии может быть использован антиапентал. Но я хотел бы обратить внимание ваше на такой препарат, как медазолам. Медазолам в клинических рекомендациях не упомянут, но он присутствует в стандартах оказания помощи при острых интоксикации. В чём ценность данного препарата? Это бензодиазепин, вы тоже наверняка знаете это. С очень быстрым действием при внутримышечном введении. У него эффект после внутримышечного введения развивается буквально в течение 2-3 до 5 минут. В то время как эффект диазепама, это везде подчёркивается, при внутримышечном введении он непредсказуем. Когда к вам поступает пациент с выраженным психомоторным возбуждением, венозный доступ, к сожалению, не всегда удаётся поставить. Вот в этих ситуациях медазолам идеальный для того, чтобы быстро и эффективно купировать психомоторное возбуждение у пациента с интоксикацией, вызванной психоактивными веществами. Он из перечисленных препаратов обладает наиболее мощным и быстрым действием. И после того, как достигнута цель медикаментозная седация, вы уже можете продолжить оказание помощи, наладить венозный доступ, поставить мочевой катетер и так далее. По показаниям проводится протезирование дыхания разными способами. Не буду останавливаться. Иногда это интубация, иногда это постановка воздуховода. Это уже анестезиологический вопрос. Не хотелось бы уходить вглубь этой проблемы. Венозный доступ и инфузия полионными растворами опять-таки в каком-то нерекомендованном конкретно количестве. Но венозный доступ в любом случае должен быть для того, чтобы при изменении состояния ввести какое-то вещество и получить быстрый эффект. Ну и конечно же отдельным пунктом идут антидоты. И вот на антидотах я хотел бы остановиться чуть подробнее, потому что это тоже очень важно. И соответственно, когда мы говорим об антидотах, у нас сразу возникает такая тема, как кома-неясная этиология. Мы в этом разрезе рассматриваем обычно, в том числе антидоты. Это очень важный момент, как вы поняли. И при алкогольной интоксикации, и при интоксикациях психоактивными веществами есть причины для развития гипогликемии. Поэтому в стандарт оказания неотложной помощи при коме-неясной этиологии глюкоза 40% входит. На лаксон тоже традиционно используется, вы наверняка об этом знаете, это как бы ни для кого не новость. Но вот по поводу аннексата я хотел бы тоже вам сказать дополнительно. Еще лет 10 назад по отравления препаратами бензодиазепинового ряда, ну по крайней мере в Крыму, увидеть их было очень сложно. Поскольку я работал много лет в отделении токсикологии, я видел всего два случая, это были суицидальные попытки. Дело в том, что при Украине были запрещены любые бензодиазепины в свободном доступе. То есть их можно было бы приобрести только по рецепту в специализированных аптеках. В России же доступность некоторых бензодиазепинов, в частности того же феназепама, она высокая. И поэтому сейчас очень, ну не скажу прям очень часто, но с определенной периодичностью отравления бензодиазепинами, интоксикации мы наблюдаем. И целесообразно теперь обязательно включать в программу лечения комы неясной этиологии третий обязательный компонент это флумазенил. Он выпускается под коммерческим названием анексат, он один, как бы у него конкурентов нет в этом плане. Вот. И данный препарат, пожалуйста, тоже имейте в виду. Если у вас есть возможность повлиять на закупку этого препарата, на приобретение для работы, то, пожалуйста, используйте его, потому что действительно бензодиазепинов стало много по сравнению с тем, что было. И еще один очень важный момент. Обратите внимание, что как налоксон, так и флумазенил, они обладают коротким клиническим эффектом. То есть у них период действия составляет порядка вот нескольких десятков минут, если это внутривенное введение, там до 40 минут у налоксона, до нескольких часов при внутримышечном подкожном введении. Но если мы возьмем с вами современные наркотики, вот в частности метадон, про который я уже говорил, то вы видели, что он несколько суток у него может циркулировать. И какая у нас картина получается? К нам поступает, например, в приемный покой пациент с подозрением на передозировку опиатов. Мы вводим антидот на локсон и получаем очень хороший клинический эффект. Но от того, что мы получили клинический эффект, метадон из организма никуда не делся, он продолжает циркулировать. А период действия налоксона, ну скажем так, несколько часов. Пациенты, как правило, не хотят таки госпитализироваться, они очень часто отказываются и уходят домой. И дальнейший сценарий может произойти по очень неблагоприятному пути, потому что они могут прийти домой, ввести себе новую дозу наркотического препарата, и это совпадет с окончанием периода действия налоксона. И опять опиаты сядут на те же рецепторы, и количество этих опиатов будет уже больше. И второй раз уже к вам этого пациента не привезут, это будет летальный исход на дому. Поэтому, пожалуйста, если в поле вашего зрения попадают такие пациенты, которые не собираются, которые отказываются от госпитализации, перед тем, как отпустить их, необходимо создать некое депо, которое подстраховало и вас, и его от того, что у него возникнет реверсия клинических симптомов. Для этого нужно довольно большую дозу налоксона ввести внутримышечно, от 5 до 10 мл. И этот период будет, его действие, он уже будет составлять, ну, несколько, скажем, порядка 10, там, около 10 часов. И в этом плане мы человека, возможно, спасем от неминуемой смерти. Ну, кстати, мы этот эффект наблюдаем и на госпитальном этапе, когда у нас лежат пациенты с диагностированным отравлением метадоном, они получают у нас налоксон дробный или в виде инфузии на протяжении нескольких дней. То есть, если вводить его дробно, то можно увидеть, что пациент просыпается, потом через несколько часов, по мере окончания действия налоксона, начинает опять засыпать. И это требует повторных частых инъекций. Вот таким образом. Теперь вот еще очень интересный вопрос, который мне встретился. Значит, сколько налоксона вводить? Если мы с вами возьмем официальную инструкцию, я вот специально скрин ее привожу на данном слайде, то вы видите, что рекомендованная доза составляет 10 мг. 10 мг в перерасчете на ампулы – это 25 ампул, это 2,5 коробки. В одной ампуле – 0,4 мг. В литературе отечественной я встретил сообщение о том, упоминание на налоксон индуцированном отеке легких. То есть, в основном эти сообщения встречались в работах, которые были посвящены использованию янтарной кислоты для лечения токсической энцефалопатии, связанной с налоксоном. В них говорилось о том, что большие дозы могут ухудшить состояние в результате того, что пациент будет очень быстро возбуждаться по мере выхода из интоксикации, у него нарастает потребление кислорода. И это является теоретической основой для того, чтобы не вводить налоксон. Кроме того, вот этот налоксон индуцированный отек легких везде упоминался. Но мне стало интересно, и я, собственно говоря, раньше про такое осложнение не слышал и не встречал, что удалось найти в литературе. Вот работа 2019 года, которую вы видите. Значит, на 2019 год в литературе было описано всего три случая задокументированных отека легких на введение налоксона. Причем, если вы посмотрите на дозировки, на которых он возник, это третий столбец слева, то, в принципе, это очень небольшие дозы, не какие-то сверхмассивные, которые достигают 25 ампул. То есть обычной стандартной дозировки. И еще одна работа была позже выпущена, один случай описан в 20-м году. То есть на сегодняшний момент описано всего четыре случая налоксон индуцированного отека легких. Является ли данная информация основанием для того, чтобы не использовать налоксон для лечения опиоидной интоксикации? Ну, по крайней мере, в дозах больших, чем 1-2 мл и так далее. Ну, на мой взгляд, это не является противопоказанием. Наоборот, мы знаем, что если мы уверены в том, что там имеет место опиоидная интоксикация, мы должны проводить детоксикацию, освобождение рецепторов путем медленного, дробного. Вот этот момент, я считаю, тоже принципиальным. Медленного, дробного введения препарата до получения клинического эффекта. Тем не менее, в литературе также имеется данное о том, что в случае имеющегося отека легких, все-таки налоксон использовать не надо. Мало ли что. Вот такая тоже интересная информация для анестезиологов будет тоже полезна. Ну, вот с этим разделом острых интоксикаций мы, пожалуй, закончим, потому что он, я не буду обсуждать стационарное лечение, оно довольно специфическое. Ну, мы сейчас сосредоточимся все-таки на неотложной помощи, на тех состояниях, которые нужно ликвидировать мгновенно. Еще одной проблемой является большой алкогольный делирий. Давайте я коротко пройдусь по тому, что нам известно. Алкогольный делирий – это такой симптомокомплекс довольно сложный. Несмотря на то, что вроде бы очень много сейчас уже данных про него существует, точно почему он развивается. Алкогольный делирий и вообще другие виды, в общем-то, единой концепции и схемы нет. Известно, что это потенциально опасное для жизни состояние с высокой смертностью до 8%. Причем смертность наступает уже на госпитальных этапах, на поздних. Этот симптомокомплекс связан с полным или с частичным прекращением приема алкоголя и развивается через 48-72 часа. Это важные диагностические критерии, мы потом остановимся. И мы должны рассматривать делирий в аспекте того, что это осложнение абстинентного синдрома. То есть это еще один важный критерий диагностический, на который мы будем обращать внимание попозже. Признаки абстиненции должны присутствовать всегда. Я опять-таки не собираюсь вам рассказывать об особенностях психоневрологических делирий, потому что я в этом некомпетентен, так как в этом компетентны доктора, психиатры и психиатры-наркологи. Я думаю, что в свое время они вам об этом расскажут более подробно. Я просто хочу сказать, обратить внимание на некоторые легко диагностируемые вещи при подозрении на алкогольные делирии. Для делирия алкогольного характерно нарушение практически всех сфер высшей нервной деятельности. Это нарушение сознания в виде спутанности и оглушение пациента. Это дезориентация во времени и вместе, и иногда в собственной личности, хотя вот пациент с делирием, он до последнего, как правило, остается в собственной личности ориентирован. Характерны очень галлюцинации различные и иллюзии, и зрительные, и слуховые, и очень такой тягостный симптом, который беспокоит пациентов, и устранение которого в процессе лечения является критерием хорошего результата, хорошего исхода, это нарушение сна. Такие пациенты, извините, могут не спать по нескольку дней. Теперь, ну такой обзорный слайд, я не хочу сосредотачиваться на чем-то одном, я просто хочу сказать, что на разных этапах изучения данной проблемы у нас возникали все новые и новые сведения о том, почему же, как возникает дезориентация, за счет каких веществ. Вот здесь вы можете видеть, что огромное количество веществ задействовано. Сначала, в середине прошлого века, его развитие связывали с электролитными нарушениями, потом с развитием перекисного окисления липидов, с нарушением в дальнейшем присоединилась информация о задействованности катехоламинов и других моноаминов. Ну а сейчас уже появляется работа о том, что туда подключаются и различные цитокины. Вот из этого слайда вы можете видеть, как много различных веществ изменяется в содержании в головном мозге при делирии. Самым главным, на что хотел бы обратить ваше внимание, это вот красная звездочка, адренергический шторм развивается при делирии, и он клинически очень очевиден, и это один из важных диагностических критериев, то есть это признаки синдрома отмены. Я бы хотел предложить вам очень простую концепцию, тем не менее, которая послужит основой для того, чтобы правильно назначили лечение такого пациента, если он придется все-таки его лечить. В основе этой схемы лежит равновесие между возбуждающими и тормозными медиаторами нервной системы. Это N-метил-Д-аспартат, рецепторы к этому веществу, NMDA-рецепторы и ГАМК. В норме вы видите, у нас весы находятся в равновесии. Если человек длительное время употребляет алкоголь в больших количествах, то сам по себе алкоголь вызывает очень мощное влияние на гаммкергические рецепторы, и с этим связано его наркотическое действие. И алкогольное опьянение тяжелое как раз зависит от этого. Так вот, если человек длительно в больших количествах употребляет алкоголь, то у него рефлекторно организм начинает уменьшать количество гаммкергических рецепторов и увеличивать количество возбуждающих рецепторов, NMDA. И вот возникает такая вот ситуация, когда на фоне приема алкоголя и небольшого количества гаммкерцепторов и увеличенного NMDA, равновесие сохраняется. Это запой. Как только человек перестает употреблять алкоголь, возникает такая картина. Количество NMDA рецепторов возбуждающих, оно перевешивает содержание гаммкергических рецепторов. Гаммкергические ничем не стимулируются, алкоголя нет. И это приводит к развитию таких осложнений, как собственный делирий, но и более ранний симптом – это судороги. Вот такая общая концепция. Соответственно, цель нашего лечения «Забегу вперед» – это влияние в основном на гаммкергические рецепторы, их усиленная стимуляция. То есть мы протезируем нашими медикаментами действия алкоголя, которые человек сейчас не принимает. Это тоже проблемный пациент, и такие пациенты чаще всего встречаются в отделениях оказания неотложной и экстренной помощи, и причем именно какое-то неблагоприятное терапевтическое, хирургическое, травматологическое событие прерывает запой. Человек попадает в стационар, и на вторые, третьи, четвертые сутки у него развивается делирий. Делирий не так прост для диагностики, как кажется. Дело в том, что, опять-таки, у большинства врачей существует предубеждение, что все практически, что связано, любое нарушение сознания пациента, страдающего алкоголизмом, это всегда алкогольный делирий. На самом же деле, приблизительно половина пациентов, которые к нам поступают из других лечебных учреждений с первичным диагнозом делирий, делирием не являются. И там выявляются совершенно другие причины, в том числе инсульты, травмы, какие-то воспалительные заболевания головного мозга и так далее, и тому подобное. То есть, делирий всегда, подозрение на делирий требует проведения дополнительных лечебных и диагностических мероприятий. Вот три ключевых момента, на основании которых вы можете заподозрить у человека с внезапно возникшими нарушениями сознания или алкогольным анализом, что это все-таки делирий. Первое – это факт длительной алкоголизации. То есть, человек, как правило, несколько недель или довольно длительно употребляет алкоголь, причем субъективное отношение у наших пациентов к длительности запоя, оно очень своеобразно. То есть, были пациенты, которые говорили, доктор, я пью 7 дней, но иногда у меня еще бывают запои. Но, как правило, длительная алкоголизация подразумевает 10 и более дней. Второй важный момент. По какой-то причине был прерван запой. Как правило, это внешняя причина. Например, человек сломал ногу на фоне запоя или у него случилось желудочно-кишечное кровотечение, он попадает в стационар. Вот это типичный сценарий. Я думаю, вам он знаком лучше, чем мне. И третий момент. Делирий всегда, подчеркиваю, всегда сопровождается клиникой абстиненции. Это осложненная форма течения абстинентного синдрома. Вот этот гиперадренергический синдром, который вы можете у любого пациента обнаружить с телирием, он должен всегда присутствовать. Это гипергидроз, это выраженный треморгук, гипертензия, тахикардия, бессонница очень характерна, как вы поняли, тоже признаки и так далее. Вот три этих признака, они позволяют вам заподозрить, что это действительно делирия. И, соответственно, принять меры. И именно в таком объеме. Я вот хотел бы вам для этого специально клинический пример привести, который говорит о том, что даже на основании клинических симптомов вы можете заподозрить что-то иное, чем делирий. Вот посмотрите, недавно был у нас такой случай, когда пациент 40 лет был доставлен родственникам, который вместе с ним употреблял на протяжении нескольких недель алкоголь в связи с неадекватным поведением. Родственник сказал, что в течение последних двух суток пациент этот не пьет. Жалобы было собрать очень сложно, потому что у него была сбивчивая, невнятная речь, продуктивный контакт как таковой не был. Но вот единственная жалоба, которую удалось выявить, все-таки это жалобы на головной боль. То есть вот по первому взгляду на эти события кажется, что клиника алкогольного делирия, она очевидна. Человек много пьющий, никаких фактов травмы или еще что-то не было, вот, пожалуйста, наверное, это делирия. Но тем не менее, при подробном расспросе было выяснено, что запой был прерван после появления неадекватного поведения. То есть у человека вдруг внезапно изменилось поведение, и из-за этого он перестал пить. То есть причинно-следственная связь была нарушена. Но самое важное то, что у него вообще не выявлялось на тот момент признаков абстиненции. У него было нормальное давление, совершенно нормальный пульс, сухие кожные покровы, и в общем-то, что-то наводило на мысль, получается, что что-то здесь не так. Этот пациент был отправлен в лечебное учреждение, в котором ему провели компьютерную томографию, и выяснили, он, собственно, там и остался, ему была проведена операция по поводу черепно-мозговой травмы, у него была обнаружена гематома. Так что, коллеги, хочу обратить ваше внимание вот на этот факт. Пожалуйста, не считайте, что любое нарушение сознания у человека, употребляющего алкоголь, это всегда алкогольный делирий. Расспросите его, посмотрите, есть ли действительно признаки того, что это делирий, и только тогда уже предпринимайте какие-то действия. Если вас что-то смущает, лучше провести дополнительные какие-то обследования. Вот извечный вопрос. Делирий возникает в соматическом или хирургическом отделении, и куда же его девать? Он, конечно, очень сильно осложняет жизнь лечащим врачам и пациентам, соседям по палате, утяжеляет течение заболевания, но тут нужно всегда принимать взвешенные решения. Естественно, изолированный делирий, который возникает без какой-либо другой патологии соматической или хирургической, он будет госпитализирован в профильное учреждение, то есть в наркологическое. А вот переводить или не переводить пациент, у которого развился делирий в наркологии, тут следует несколько раз взвесить и сопоставить тяжесть этого состояния с тяжестью основного заболевания. Потому что, ну вот представим себе ситуацию, пациент с легкой черепно-мозговой травмой, у которого на фоне лечения развился делирий. Может он быть переведен в наркологию? Разумеется, ему там самое место, и это сделать нужно, потому что если никаких особенностей каких-то тяжелых травм, требующих специального ухода, специального назначения нету, то общий комплекс терапии при черепно-мозговой травме пациент может получить и в наркологическом пациенте. Другая ситуация, пациент, например, с ожоговой травмой, который требует перевязок, тщательного наблюдения, антибактериальной терапии мощной, мониторинга лабораторного, он, скорее всего, должен остаться в ожоговом отделении или в реанимации данного отделения, где он будет получать соответствующую помощь. Стандарты и рекомендации. Что у нас имеется? Опять-таки, у нас есть прекрасный клинический протокол, правда, если вы обратите внимание, не протокол, а клинические рекомендации, данные рекомендации, они рассчитаны на алкоголь, на сочетанное употребление различных веществ, и F13, это седативный препарат, это фенобарбитал. Очень многие пациенты наши, которые употребляют алкоголь, для усиления эффекта также запивают его корвалолом, и сам по себе фенобарбиталовый делирий, кстати, намного тяжелее и опаснее. Вообще, это вот сочетанное патология довольно тяжелое, она распространена, хочу вам сказать. Почему делирий не упоминается в других нозологиях? Дело в том, что очень многие, например, седативные препараты, те же опиаты, они делирий, как правило, не дают. А психостимуляторы, они сами по себе в структуре клинической картинной интоксикации имеют психомоторное возбуждение. И очень сложно отдифференцировать, где же тут делирий, а где нет. Поэтому рекомендации распространяются на эти три группы. И есть еще стандарт специализированной медицинской помощи, медико-экономический стандарт. Опять-таки, обратите внимание, обследование при делирии, оно может быть выполнено и в многопрофильном стационаре. То есть, это общеклинические анализы, КРВ, вирусные гепатиты, рекомендуется определение функции печени, размеров по УЗИ, и по показаниям уже различные другие исследования в зависимости от клиники. Это выборочные методики, они не обязательны. По большому счету, больной с делирием может получить обследование в любом многопрофильном стационаре. А вот, что касается лечения, я хотел бы остановиться вот на каком моменте. Для делирия, как это ни странно, очень важно организация даже не столько лечебных мероприятий, сколько организация ухода. С этого начинаются клинические рекомендации. И давайте с вами посмотрим, что же предполагает организация ухода. Во-первых, это круглосуточный режим наблюдения. Делирии, я не сказал вам, это состояние с ондулирующей симптоматикой. с усиливающейся и уменьшающейся. То есть, пациент должен быть постоянно под наблюдением медперсонала. Дальше, обязательно физическая фиксация. И хочу подчеркнуть, что это должно быть отражено в медицинской документации, что фиксация проведена именно с лечебной, с медицинской целью. Потому что в противном случае иногда могут возникнуть проблемы с родственниками, которые смотрят в этот факт насилия над пациентом. Дальше, фиксированный пациент, соответственно, это и мобилизованный пациент. У него появляется вероятность развития дыхательных осложнений и тромбоэмболических. То есть, ему требуется перкуссионный массаж, изменение положения тела и так далее. и тому подобное. Профилактика тела. Ну и пациенты с делирием в зависимости от тяжести течения, конечно, он самый разный бывает, но иногда при тяжелом течении они требуют зондового питания. То есть, вопрос, может ли быть получена данная организация, проверена данная организация ухода в палате обычного отделения, в общей палате. естественно нет. Естественно нет. Пациент с делирием должен наблюдаться либо в палате интенсивной терапии при каком-либо из отделения организованном, либо в реанимации или интенсивной терапии. Это очень важный момент, потому что я хочу вам сказать, что за последние полгода мне на рецензию поступало три медицинских карты со смертельным исходом у пациентов с делирием, которые и это действительно так, умерли благодаря неправильной организации наблюдения и ухода за ними. Они были из разных лечебно-профилактических учреждений нашего субъекта, но смысл от этого не меняется. Неправильная организация подвергает опасности как самого пациента, так и персонал, между точек. поэтому пациент с делирием должен быть обязательно переведен в какое-либо отделение из перечисленных, где за ним будет соответствующее наблюдение. Это принципиальный вопрос. Теперь медикаментозная терапия. Это к вопросу о том, может ли быть организовано лечение делирием в условиях многопрофильной больницы. Может. никаких сверхъестественных сложных каких-то препаратов нет. Вы должны знать, что базовыми препаратами как для лечения делирия, так и абстинентного синдрома являются бензодиазепины. Из клинических рекомендаций я вам привел, там три препарата есть, а из стандарта тут вообще их море рекомендовано для лечения делирия. И не только бензодиазепины, но и их аналоги, например, запеклон, зелпидем и так далее. зависит от тем, чем работает ваша ЛПУ. Если действительно такие препараты, как диазепам и минозолам, это препараты предметно-количественного учета, то феназепам, он, в общем-то, может быть более доступен для использования в любом из отделений и может быть рекомендованный для базовой терапии. Хотя, конечно, лучшим препаратом по всем публикациям и отечественным, и западным признан все-таки диазепам во всех его разновидностях. Общая идея такая. Используют минимальные эффективные дозировки в виде плановых инъекций, либо в виде инъекций по требованию, то есть по мере возникновения у пациента симптоматики. Причем лечение должно быть начато довольно быстро, через два часа от диагностики делирия. На первых порах используется внутривенное или внутримышечное введение. Впоследствии можно перевести пациента на таблетки. Глубокая седация, то есть привязать пациента и заседатировать его до состояния сопора или комы очень нежелательно, потому что делирий, как вы поняли, это всегда отек головного мозга, а гиперкапния из-за недостаточной вентиляции всегда такой отек усугубит и больной у вас захудшает. Ну и соответственно нарушение питания, двигательной активности мы можем тоже наблюдать, это тоже не в пользу пациента. Иногда делирий протекает с достаточно выраженным возбуждением и тогда опять-таки по схеме ступенчатой мы можем добавлять что-то к лечению базовому. Это либо это фенобарбитал, но не знаю насколько распространен в многопрофильных учреждениях фенобарбитал, но тем не менее он может быть использован в виде таблеток в плановом порядке. И галлоперидол, именно галлоперидол. Из всех нейролептиков рекомендуется только галлоперидол, а не какой-либо другой. Если говорить о лечении пациентов, которые находятся в реанимации интенсивной терапии, там еще ряд препаратов появляется. Один из наиболее перспективных, как его описывают сейчас, это дексметамидин. Анестезиологи знают его, это дексдорг. Для его введения необходимо использование инфузоматов, поэтому в других отделениях он просто не может быть применен. Это будет не очень эффективно. Это оксибутирад натрия, это пропофол, хотя пропофол существует мнение, что длительное его введение при алкогольной обстиненции нежелательно, потому что он может вызвать синдром инфузии пропофола, который сопровождается выраженным кетоацидозом, кардиодепрессией, и так далее. Есть ряд работ в этом отношении. Это гипотетически. Ну и теопентал натрия самый препарат с самым плохим на мой взгляд профилем безопасности, потому что несмотря на свою силу, у него есть четкие ограничения в инструкциях по суточному режиму использования не более одного флакона в сутки может быть. Не более одного грамма в сутки получается. Но это тоже не очень хорошо. Тем не менее арсенал вы видите достаточно большой. Мы можем датировать пациентов всем чем угодно. Главное нам добиться результата. Какие ошибки существуют и какие допускаются особенно при анализе истории болезни из многопрофильных стационаров? Это использование только нейролептиков без бензодиазопинов. Можно понять врачей почему они это делают, потому что нейролептики доступны а бензодиазопины как правило их нужно списывать нужно с ними целую историю заводить это довольно утомительный процесс и тем более не все доктора имеют доступ для работы с психотропами но тем именно поэтому делирий должен переводиться в соответствующие отделения анимации или палаты интенсивной терапии только нейролептики не помогут снять вылечить делирий это ошибочное мнение и еще более устарелая как бы закостенелая такая вот тактика это использование фенотиазинов аминозин тизерцен и других если мы возьмем старые учебники то да поначалу именно эти препараты рекомендовали для лечения алкогольных психозов ну в общем-то носители информации вот той которая была много лет назад у нас и сейчас работают и для них совершенно естественно значит аминозин больному это плохо потому что нейролептики этого ряда обладают антихолинергическим действием если не углубляться в подробности они усугубляют развитие отека головного мозга они оказывая кратковременный действительно положительный клинический эффект патогенетически вызывают ухудшение состояния поэтому пожалуйста не используйте эти препараты если вы хотите использовать нейролептики это должен быть галлоперидол второе направление кроме после седации его можно так образно назвать это занестительная терапия все что теряется в процессе длительного запоя должно быть пациенту возвращено теряется все что водорастворимое прежде всего то что выводится с мочой разрушается и так далее это витамины группы B скорбиновая кислота это различные другие витамины витаминоподобные вещества и конечно же электролиты причем отдельным пунктом в клинических рекомендациях упомянут магний дефицит магния внутриклеточного иона он огромный к моменту развития и отдельным направлением терапии является его восполнение этого электролита причем не в составе полионных смесей а дополнительно введение магния сульфата в течение суток в больших достаточно дозах под контролем артериального давления это тоже очень важный момент магний еще и противотечные препараты узнать дальше адекватная регидратация больные с делирием очень капризны к инфузионной вообще к инфузионной терапии к регидратации избыток жидкости для них вреден потому что может усугубить отек головного мозга недостаток жидкости тоже вреден потому что не позволяет нормализовать мозговой кровоток и то и другое может иметь место в общем-то идея в клинических рекомендациях прописана такая в основном это должно быть энтеральное питание если пациент способен принимать жидкость и еду и по необходимости только если пациент не может энтерально питаться внутривенно назначаются сбалансированные растворы в ограниченном объеме как правило речь идет о растворах носителя для каких-либо лекарственных средств в противном случае если энтеральное питание невозможно ну бывает и такое даже зондовое может быть невозможно тогда конечно же регидратация полностью внутривенно идет обратите внимание что самым таким опасным осложнением делирия генетическим является отек головного мозга который очень чувствует из-за гипонатриемии и вот поэтому пожалуйста из арсенала исключите гипотонические растворы это пятипроцентная глюкоза и также все растворы которые заканчиваются на слово соль это ацесоль действует три соль и так далее все они гипотоничны и могут оказать негативное влияние на отек головного мозга используйте сбалансированные растворы последнее направление но оно можно сказать вспомогательное это при неустранимых признаках адренергии мы симптоматически используем какие-то адреноблокаторы то есть если базисная терапия не помогает нормализация электролитов витаминов и тахикардия сохраняется то целесообразно подключить бета-блокаторы уже как патогенетический метод или же клофелин прекрасный препарат с седативным действием центральным который потенцирует действия и бензодиазепинов и сам по себе в общем-то довольно хороший антистрессовый препарат его тоже очень рекомендуют использовать и последнее коллеги я уже наверное вас утомил последнее что мы рассмотрим это синдром отмены и судороги судороги тоже часто встречаются при синдроме отмены причем обратите внимание судороги очень быстро возникает при прекращении запоя через 6-48 часов то есть иногда даже пациент еще уменьшает просто количество потребляемого алкоголя и даже на этом фоне у него могут развиться судороги как правило судороги не опасны хотя в 3% случаев они не носят ни единичный характер а могут переходить в серию и потом статус и это конечно уже требует оказания неотложной помощи судороги впоследствии могут переходить в делирии то есть когда заканчиваются судороги у третьих пациентов возникает делирия но еще обратите внимание это все работы подчеркивают судороги в 50% случаев не связаны с употреблением алкоголя напрямую а имеют место какие-то органические причины то есть такие пациенты тоже подвергаются должны подвергнуться до обследования вот очень хороший слайд мне попался мне такая картинка попалась это последовательность возникновения различных симптомов при обстинентном синдроме вот красный пик вы видите который от нулевого дня начинается это судороги они начинаются раньше всего и заканчиваются при хорошем лечении где-то через два дня проходит судорожная готовность самый есть она довольно она довольно проста в момент судорог вы предохраняете больного от повреждений после того как судороги закончатся пытаетесь катетеризировать вену и оцениваете ситуацию если судороги единичные то в общем-то возможно транспортировка пациента даже без введения бензодиазепинов если судороги повторяются их конечно же лучше всего ввести лучшим препаратом считается бензодиазепин но он считается лучшим при внутривенном введении эффект при внутримышечном введении непредсказуем если венозового доступа нет я опять-таки рекомендую использовать вам мидозолам препарат с ультрабыстрым действием очень хорошо всасывается и так далее и еще есть две особенности собственно говоря если у пациента имеет место судорожный синдром как правило это говорит о выраженном дефиците гамг о котором мы с вами говорили при разборе патогенеза а в синтезе гамма-аминомасляной кислоты активное участие принимает передоксин поэтому обязательно в качестве вспомогательной терапии передоксин для нормализации работы передоксальфосфатаза ключевого фермента синтеза гамм и магний который тоже мы с вами обсуждали отдельно в значительных дозах для восполнение его дефицита и еще раз подчеркиваю поскольку статистика показывает что судороги не всегда связаны с алкоголем только в половине процентах случаев в 50 извините процентах случаев обязательно нужно исключить неалкогольную причину этих судорог особенно если это судороги возникшие впервые благодарю вас коллеги за внимание спасибо что были все это время со мной вот мои контактные данные если у вас какие-то вопросы возникают вы можете мне написать я с удовольствием отвечу на них спасибо вам большое Максим Александрович спасибо большое вам за вашу лекцию и просим вас оставаться на связи потому что в семинаре принимает участие больше 1800 врачей поступило довольно много вопросов и после короткой паузы мы перейдем к чату к чату вопросов новинка вегетрокс скорая помощь при панических атаках активное вещество вегетрокса пророксаногидрохлорид подавляет возбудимость диэнцефальных структур и регулирует тонус симпатоадреналовой системы действующее вещество вегетрокса было синтезировано специалистами института токсикологии Минздрава СССР и более 30 лет применялось в клинической практике в 2005 году в связи с закрытием завода-производителя выпуск препарата был прекращен в настоящее время в ответ на обращение специалистов производство пророксана возобновлено под торговым наименованием вегетрокс вегетрокс применяется в качестве симптоматического средства при панических атаках соматоформной вегетативной дисфункции симпата адреналового типа вегетрокс не относится к психоактивным средствам не вызывает зависимость и привыкание вегетрокс скорая помощь при панических атаках уважаемые коллеги онлайн семинар аккредитован в программе непрерывного медицинского образования чтобы получить два балла программы НМО вам необходимо участвовать в трансляции не менее 90 минут и не менее двух раз подтвердить присутствие закрытием экранных баннеров в случае выполнения этих условий коды подтверждения образовательных активностей будут предоставлены вам в течение 14 дней после завершения мероприятия они будут доступны в ваших личных кабинетах в разделе статистика а сейчас мы переходим к тем вопросам которые вы прислали Максиму Александровичу в чате Евгения Николаевна спрашивает существует ли в настоящее время термин бытовое пьянство и можно ли его использовать в медицинской документации врачам других специальностей вы знаете я пожалуй переадресовал бы ваш вопрос все-таки врачу психиатру наркологу этот термин наверняка используется в медицинской среде но для использования его в классификации да вот в описании имеющейся пациента нозологии мы насколько я знаю не применяем в расширенном наркологическом диагнозе мы ограничены рамками МКБ10 особенности течения заболевания они могут быть отражены в истории болезни но в конечном итоге диагноз он кодируется с использованием вот тех 10 нозологий о которых мы говорили и их подпунктов из этой же области вопрос прислал Яков Анатольевич каким шифром по МКБ10 кодировать поведенческие расстройства в состоянии алкогольного опьянения Это относится к острой алкогольной интоксикации собственно говоря это и есть психические поведенческие расстройства точка острая алкогольная интоксикация единственное отдельный пункт бывает это алкогольное это патологическое алкогольное опьянение но я к сожалению не помню этого кода но хотя в большинстве случаев поведенческие расстройства которые входят в структуру опьянения Они и кодируются шифром F, например, для алкоголя 10.003, например, это тяжелое опьянение, 002 это средне тяжелое и 001 это легкое опьянение. Спасибо. Павел Константинович спрашивает, какие витамины группы В лучше использовать. Вопрос пришел до того, как вы сделали акцент на теомине, передоксине. Если можно, уточните дозировки пути введения этих лекарств. Парентеральный путь введения в острый период. Дело в том, что пациенты наркологически проходят целую цепь отделений, то есть сначала они попадают в отделение неотложной помощи, где большая часть медикаментов вводится парентерально. Для витаминов каких-то пограничных дозировок не существует, но обычно, если я не ошибаюсь, в стандарте это порядка 6 мл в сутки дозировка, исходя из витаминов В1 и В6. То есть в дальнейшем, когда они попадают в плановое наркологическое отделение, где с ними занимаются уже психологи, психиатры, и им продолжается в том числе поддерживающая фармакотерапия, эти средства могут быть назначены уже в виде поливитаминов. Спасибо. Далее вопрос Евгения Валентиновича. Как шифровать по МКБ врачам общей практики алкогольное опьянение раздел Ф МКБ применять запрещено? Ну, тем не менее, я честно говоря не слышал о каких-то категорических запретах, у меня нет информации, но тем не менее, это же, смотрите, дело в том, что острая алкогольная интоксикация, она не предполагает под собой наличие зависимости от алкоголя, который является уже предметом исключительно работы психиатров, наркологов. Вы можете поставить остро-алкогольную интоксикацию, этот диагноз, любому пациенту, и это не обязывает вам выставлять ему этот диагноз, наркологический диагноз, как основное заболевание. То есть, синдром зависимости у данного пациента не будет присутствовать. Спасибо. Вадим Александрович просит уточнить, при исследовании, посвященном инфузионной терапии пациентов в алкогольном опьянении в Японии, учитывалась ли их выживаемость? То есть, пациентов, которым проводилась инфузионная терапия и без нее. Я понял. Нет, выживаемость не учитывалась, потому что, по всей видимости, по описанию, это было некое подобие того, что мы сейчас будем называть вытрезвителем. То есть, это какие-то отделы, которые оказывают медицинскую помощь пьяным людям, не с тяжелыми отравлениями, а просто находящихся в состоянии опьянения, требующих госпитализации в стационар и наблюдения. То есть, это люди, потерявшие способность ориентироваться или люди, потерявшие способность передвигаться самостоятельно. Там не было каких-то тяжелых отравлений, это исключительно речь шла об опьянениях. Спасибо. Олеся Владимировна благодарит вас за лекцию, пишет, хотелось бы послушать об алкогольных и наркотических комах и о лечении энцефалопатии Гайверники. Для сельских больниц это очень актуально. Ну вот, заключительная часть пожеланий Олеся Владимировна на энцефалопатии Гайверники рассматривалась в семинаре Владимира Сергеевича Краснова, невролога, который проводился в июне 2020 года. Назывался этот семинар «Метаболические энцефалопатии». Вы можете обратиться к записи трансляции в своем личном кабинете в разделе «Онлайн-семинары завершенные» или выбрав ретроспективу выступления Владимира Сергеевича Краснова. Ну а вот к вам, Максим Александрович, пожелания о ведении КОМ? Ну, если это будет необходимо, впоследствии я подготовлю, конечно же, такое сообщение. Хотя я думаю, что оно не будет таким пространным и большим. Спасибо. Виктор Иванович также пишет относительно инфузионной терапии. Насколько в исследованиях учитывались показания к инфузионной терапии? Логично, что для более тяжелой интоксикации важна скорость выведения токсина. Но, следовательно, при тяжелой интоксикации инфузии более показаны. Я понял вопрос. Все-таки я хочу акцентировать внимание на то, что речь в этих исследованиях шла не о пациентах с токсическим действием алкоголя, а именно с опьянением. То есть это больные, доставляемые в стационары в большей степени по социальным показаниям, не имеющие серьезных нарушений функций жизненных органов. Потому что в противном случае они бы были переведены в соответствующие палаты интенсивной терапии или в другие какие-то отделения. То есть это просто опьянение. Поэтому примерно можно считать, что группа пациентов довольно однородна. Спасибо. Илья Григорьевич благодарит Вас за лекцию. Спрашивает, какое минимальное содержание алкоголя в крови позволяет поставить диагнозу острой алкогольной интоксикации? На сегодняшний момент это 0,16 промилле пограничное значение, выше которого пациент при проведении медицинского освидетельствования, например, на управление транспортным средством считается пьяным. Но вообще я Вам хочу сказать, что диагноз с клинической точки зрения, диагноз с алкогольного опьянения, он именно клинический. И если речь не идет о каких-то таких административных взаимодействиях с полицией или с какими-то другими органами, то концентрация алкоголя в крови, она имеет вспомогательное значение. Мы все-таки ориентируемся при определении тяжести на клинику опьянения. Но вот 0,16 это тот порог, выше которого Вас штрафуют и могут забрать права. Спасибо. Рубен Шатактян спрашивает, есть ли практика выведения алкоголя с помощью массивных плазмообменов, более 2-3 объемов циркулирующей плазмы. Если делать на специализированном оборудовании, можно на венозном доступе и быстрее диализных аппаратов. Хороший вопрос, но смотрите, если речь идет именно об алкогольном опьянении, то смысла проведения плазмофереза нет. Потому что почки при сохранной работе, они выведут то же количество ультрафильтрата за более короткое количество времени и эффект будет точно таким же. Потому что что мы забираем плазму, что мы забираем ультрафильтрат, еще раз говорю, если речь идет об интоксикации, количество алкоголя мы забираем одинаково. И зачем нам использовать более дорогие и, скажем, инвазивные методы, если у нас есть форсированный дюрес? Если речь идет о лечении пациентов, находящихся в состоянии абстинентного синдрома, когда нам нужно удалить еще и невыводимые или трудновыводимые с мочой вещества, то да, тогда плазмоферез показан. Он даже прописан, если я не ошибаюсь, в клинических рекомендациях. Но конкретно в нашем учреждении мы не используем данную методику. Она достаточно дорогая, трудоемкая, но обычно мы речим консервативными методами. Спасибо. Владимир Александрович спрашивает, может ли в каких-то ситуациях врачом, психиатром, наркологом выставляться диагноз токсического действия этанола? Ну, в принципе, возможно, конечно. Хотя, исходя из логики вещей, отчетность о работе по наркологическому стационару, она формируется именно из наркологических диагнозов. Поэтому целесообразнее, конечно же, и правильнее поставить диагноз с кодом F. Я считаю так. Спасибо. Александр Владимирович спрашивает о вашем отношении к применению препаратов янтарной кислоты. Моё отношение довольно сдержанное, я бы так сказал. Разительных эффектов чудесных, которые описываются в литературе, я не наблюдал. Но, тем не менее, как компонент инфузионной терапии, заместительный, скажем так, который доставляет пациенту вещества, находящиеся у него в дефиците, янтарная кислота использоваться может и нужно её использовать. Но рассчитывать на янтарную кислоту, как на чудодейственное средство, выводящее пациента из всех тяжёлых осложнений абстинентного синдрома или острой интоксикации, я не считаю нужным. Спасибо. Максим Михайлович благодарит вас за лекцию и просит уточнить критерии диагноза F51 в противопоставлении F10. Ф51, так, я сейчас не могу... Токсическое, токсическое действие. А, Т51? Наверное. Да, извините, конечно, да, Т51. Т51, да. Скажем так, каких-то прописанных критериев, которые говорили о том, что вот здесь мы должны кодировать данное заболевание как Т51, а не как F10, нет. Ещё раз говорю, F10 действительно он более универсальный диагноз, он может быть использован всегда, и он чаще всего действительно используется в наркологической практике. Т51 предполагает, что мы имеем дело с тяжёлым отравлением жизнеугрожающим. Если говорить о клинических критериях, то это уровень сознания по шкале Комглазга 8 и менее, это нарушение гемодинамики или вентиляционные нарушения. Вот это основные критерии, которые свидетельствуют о том, что мы имеем дело с тяжёлым отравлением. Спасибо. Андрей Борисович благодарит вас за интересную лекцию. Спрашивает, скажите, пожалуйста, сколько должен выпить мужчина средней массы, чтобы содержание алкоголя в крови составило 5 промилле? Насколько вариабельной может быть клиника интоксикации? Очень вариабельно. Зависит от многих факторов. Как вы сами понимаете, от стажа, от скорости употребления алкогольных напитков, в ход сопутствующего использования продуктов, которые могут усиливать всасывание алкоголя, то есть нагазированных или сладких напитков. То есть, если бутылка водки будет выпита залпом, например, и запита каким-нибудь сладким алкогольным напитком, то это может возникнуть в течение ближайшего времени такая интоксикация. Если же это на протяжении длительного времени происходит употребление, ну тут сложно сказать, какие объемы, не могу сказать. Спасибо. Сергей Александрович благодарит вас за интересную лекцию и спрашивает о витаминах. Если с В1 более-менее понятно, то что по поводу аскорбиновой кислоты? Есть ли исследования, доказывающие, что она необходима в лечении вот этих вот осложнений алкогольной зависимости? Скажем так, каких-то специфических осложнений, связанных с дефицитом аскорбиновой кислоты, не описано, в отличие от витаминов В1 и В6, которые, как вы знаете, могут давать, недостаток которых может давать синдром Гайаверники или судорожный синдром. Но исключительно из теоретических предпосылок, зная, что аскорбиновая кислота – водорастворимый витамин, который не аккумулируется в организме, и ее использование признано целесообразным для лечения любых интоксикаций или синдрома отмены в качестве комплексной терапии. Эффектов каких-то, взаимосвязей между дозировками и исходами данного заболевания, данных таких у меня нет. Ну, я думаю, что их и не может быть. Просто в качестве комплексной терапии она используется. Спасибо. Татьяна Семеновна прислала описание клинического случая. Пациент, 40 лет, длительно злоупотреблявший алкоголем, после кодирования не пил 3 года. С лета 20-го стал периодически употреблять, а с октября ежедневно употреблять алкоголь. В декабре прошлого года остро развился тетропорез. Данных за ОНМК по данным МРТ нет. Прошел стационарно под наблюдением ангиохирургов, неврологов. Получал интоксикационную сосудистую терапию, витамины. Через 18 дней доставлено лечение психиатрическую больницу в связи с наличием нижнего паропореза, дезориентировкой, якобы наличием зрительных слуховых галлюцинаций, конфабуляций, которые при осмотре не выявлены. Корректно ли через 18 дней постановка диагноза амнестический алкогольный психоз, или все-таки лучше вести речь об алкогольной энцефалопатии? Ну, я честно скажу, в вопросах психиатрии и наркологии я некомпетентен, и я сразу об этом сказал, потому что я врач-анестезиолог по своему образованию, поэтому этот вопрос для меня непонятен. Я не смогу на него ответить. Прошу меня простить. Хорошо. Далее вопрос Елены Александровны. Ну, он уже был освещен при ответе на ранее заданные вопросы. Далее. Дмитрий Эдгарович спрашивает о вашем отношении к тяжелым нейролептикам в купировании выраженного абстинентного синдрома при, видимо, недостаточном действии бензодиазепина в течение 2-3 часов от начала лечения. А также ваше отношение к применению галлоперидола при купировании опиатного абстинентного синдрома. Так, и ваше мнение по поводу применения больших доз витамина С при купировании любого абстинентного синдрома. Сразу три вопроса. Три вопроса. Ну, первое, на что хочу обратить внимание, все нейролептики – это препараты симптоматического действия в данной ситуации. Наша задача – использовать их в минимальных дозах для получения необходимого эффекта. Это препараты второго ряда. И это подчеркивается, потому что нейролептики, в отличие от бензодиазепинов, они довольно часто вызывают большие осложнения при своем применении. Тяжелые нейролептики, по всей видимости, имеются в виду аминозин и тизерцин. Я уже озвучил этот момент. Да, можно достигнуть клинически хорошего быстрого эффекта, но это будет сопровождаться патогенетическим ухудшением состояния. То есть у пациента на фоне использования аминозина будет нарастать отек головного мозга. И поэтому в целом их не рекомендуют использовать. По поводу использования нейролептиков при купировании абстинентного синдрома у наркоманов опийных, например, ну, как правило, в комплексной терапии мы назначаем целый ряд, на наших докторах при плановой терапии назначают целый ряд препаратов, в том числе и небольшие дозы нейролептиков, и они там, насколько я знаю, работают. Но если речь идет об остром психозе, то да, как симптоматическое средство может быть использовано, потому что я вам уже говорил, что сейчас изолированные интоксикации довольно редко встречаются. В основном это несколько препаратов, в том числе психостимуляторов. И поэтому довольно часто наблюдается картина, когда мы пациенту вводим какие-то антидоты, например, на локсон, и у него сменяется седация психомоторным возбуждением, которое же требует обратной терапии и введением каких-то седативных средств. Опять-таки все-таки подчеркну, бензодиазепины – это наш препарат первого ряда. Бензолам, Сибазон – вот эта группа. По поводу какого-то отношения по использованию витамина С в больших дозах при лечении абстинентного синдрома у меня нет. То есть я не встречал никаких работ, которые бы подтверждали клиническую эффективность данной методики. Максим Александрович, спасибо большое. Очень много сегодня вопросов поступило от участников. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!